Девушки отдыхают Поклонник Шекспира и Тургенева дерется с Распутиным Одновременно нам нужно было не забывать играть Джентльмены Рэй Файнс и Харрис Диккенсен в эксклюзивном интервью для кино в деталях Шон Пенн снял кино в ролях с собой и дочерью Фальшивомонетчика за 150 секунд раскрывает Карцев Портрет незнакомца рисует за кадров В рубрике «Сделаем это по-быстрому» Кирилл Пирогов Очень хочется работать, а работы нет В этот момент люди сходят с ума Александр Кузнецов Первое интервью за два года Если ты боишься выпусти за буйму, то ты просто белка, суетливая, а не актер и не художник Ольга Сутулова в гостях у Федора Бондарчука Я всегда играю себя, говорите такое, что за часть себя вы там нашли? Ну вот мой синонизм Прекрасно В сети второй сезон сериала «Последний министр», а у меня в гостях актриса, чей образ в этом проекте оказался на редкость созвучен времени Умная, одаренная, циничная и хотя всего лишь первый зам любому начальнику даст 100 очков вперед Звезда кино, телевидение и стриминговых платформ Ольга Сутулова в студии программы «Кино в деталях» Вот группы работают только для платформ, то есть есть вводные, которых интересуют их Там отчасти какая-то свобода, я не говорю там свобода высказывания Просто нет тех ограничений по возрастной аудитории на каналах и так далее, и так далее Вот эта составляющая И вот попасть в такую компанию, а мне кажется, что в самом начале Ольга Александровна Сутулова попала в такую компанию Ну уж с волобуем так точно И вот так они вместе и идут Потому что она отличается, конечно Я работал на платформе и снимал сериалы Это есть различие Тебя это, так сказать, притягивает определенная свобода, да? И вот скорее это компания Компания, в которую Ольга Александровна попала и чувствуется в ней комфортно Ольга Александровна, здравствуйте Добрый день Как же я рад вас видеть И это взаимно Да По что кино-то бросили, скажите мне? Ну почему я бросила-то? Ну потому что вы звезда, мега-звезда И даже не эфирных каналов, а стриминговых платформ, понимаете? Ну так получилось, я не виновата А вы говорили фразу «я в сериалах не снимаюсь»? Нет-нет-нет, я в сериалах не снимались Но тогда Да, конечно Так 5, 6, 7, 10 Нет, больше, больше 5, 6, 7 уже начиналось что-то хорошее То есть говорили вот это Да, конечно, говорила Когда предлагали материалы Что сериал, нет-нет-нет, сериал не предлагать Да, конечно, говорила А когда трансформировалось отношение? Ну я думаю, что вот как раз лет 5-6 назад Когда появились первые какие-то возможности Появились, во-первых, первые платформы И появились эти возможности другого сценария сериального Потому что, ну все-таки по понятным Абсолютно объективным причинам Федеральная сетка, ну ограничивает возможности Ну о каких возможностях? Ну о чем вы говорите? Свободы там, что, материться и показывать Нет, ну свободы материться нам тоже не обязательно Хотя, конечно, приятно там, например В лобу в материале приятно материться Хорошо, давай вернемся к моему вопросу Все-таки переломный момент Ну для меня, конечно, если говорить там про мою карьеру То это, конечно, держанки И все, я совершенно сейчас по этому поводу не рефлексирую Конечно, у вас прям фан-зоны Фан-зоны у героини Алиса зовут Алиса Ольховская, да Фан-зона есть Ну, конечно, последние министры Да, и там тоже какая-то мощная фан-зона есть С мемасиками, со всеми делами Увидеть вас можно только на платформах Ну сейчас, к сожалению, так Ну это все сильно отличается от привычных форм И, конечно, хотелось бы поговорить про ваше партнерство с Волобуевым Как вы познакомились-то? Романов, когда он был, так сказать, кинокритиком И называл меня гламурной фифой Вы знали его? Он до сих пор, он каждый раз рассказывает мне эту историю Я подозреваю, что ему неловко И он как бы через меня пытается немножко извиниться Нормально Вот, поэтому, значит, он, да Я слышала эту историю от него Я его не знала Я читала его Читали Язвительные, ядовитые рекомендации Давайте мы расскажем, чтобы мы на Тарабарском не разговаривали Зрителям расскажем Мы сейчас говорим о режиссере, об авторе, о шоураннере О режиссере, об авторе, сценаристе, шоураннере Последний министр Романи Волобоева В прошлом кинокритике Бывают ли в прошлом кинокритики? Ну... Он сейчас, я бы посмотрел, как он прокомментировал, уже будучи режиссером и шоураннером Произведение чужого автора Я бы посмотрел на него Но, кстати говоря, когда он комментирует, что бы то ни было, не под запись То он крайне мягкий человек, оказывается То есть я частенько к нему прихожу с вот этим вот возмущением Что, мол, какого черта вы видели, это Роман Олегович А он на полном серьезе начинает объяснять, что да не все так плохо А вот здесь вообще совершенно замечательно И, в принципе, это явление в целом очень правильное и полезное для сегодняшнего кинематографа То есть меня удивляет его лояльность порой А при том, что мы все помним эти статьи После которых, ну, там, я подозреваю, что молодые кинематографисты просто должны были идти и вешаться Но, слава богу, он пришел в профессию режиссера И теперь получает заслуженные свои какие-то послания от коллег от бывших Ну, про последний министр расскажите Он... Ну, как он появился? Вообще это придумал Саша Цекало От продюсеров? Да, и они позвали меня на пробу и прислали мне... Они не прислали мне сценарий Они прислали мне сцену Очень большую и очень классную и очень странную сцену с очень странной героиней, которая с огромным монологом про то, что она жрет успокоительные и так далее И это было очень странно и дико заманчиво, и я пошла на эту встречу И как-то так получилось, что мы сцепились с Ромой и, в общем, до сих пор не можем расцепиться А сцепились в хорошем? В смысле, в хорошем смысле А потом у нас были ансамблевые пробы с Цапником и еще одним артистом, который не случился А Цапник уже был? Цапник еще не был Вот он пришел позже, и мы должны были делать большие ансамблевые пробы с Цапником и еще одним не случившимся артистом И вот тут, конечно, был серьезный вопрос, потому что мы с Валабуевым подумали, что, наверное, мы уйдем с проекта О, как! Да, потому что это все первые пробы были крайне неудачными из-за того, что все шутили, потому что, ну, комедия же, надо шутить И это было очень-очень страшно Вообще, когда артисты шутят, очень страшно становится, но, слава богу, все сложилось Вы где этого всего рассмотрели? Сцепизма? Нет, там не только это, там все, и психофизика, и обращение с предметами, как зашла, как пришла Я от этого, как назвать-то, породу хорошо знаю, очень точно, я думаю, так, подождите, Ольга Александровна провела несколько лет в Минэкономразвитии Она ездила, наблюдала за чиновниками Но это же точнейшие диалоги, точнейшие монологи, которые диктуют эту психофизику, эту пластику, эту наглость Это человек, который знает, как надо, он единственный знает, как надо, ни на кого положиться не может И спасает мир своим интеллектом Да, но вы же сами говорили про себя, я всегда играю себя Ну, конечно, конечно, говорили такое, говорите такое, что за часть себя вы там нашли? Ну, вот мой синомизм Прекрасно А сейчас рубрика интервью, ее герой, у которого, ну, очень много инфоповодов, чтобы быть в топе новостей В наш прокат выходит французский фильм «Мой легионер» с ним в одной из главных ролей Стало известно, что он играет новейшие части знаменитой франшизы про фантастических тварей Ну и Григорий Константинопольский завершил съемки фильма «Клипмейкеры», где, по некоторым данным, этот актер играет меня Итак, Александр Кузнецов отвечает на вопросы Анны Сергеенко Саша, за кадром ты сказал, что это первое твое интервью за два года Как так получилось? Ну, просто вышло много фильмов тогда, два года назад Потом я ушел в работу Потом ездил туда-сюда, еще что-то делал Ну, а не страшно выпадать из внимания? Страшно лохам Короче, это вот российский миф, что важно быть в обойме полно Если ты боишься выпасть из обоймы, то ты просто белка, суетливая, а не актер и не художник И вот в прокат у тебя выходит «Мой легионер» Я так понимаю, это первый твой зарубежный проект? Пока что это, наверное, самое четкое, что я сыграл за свою жизнь Это французский арт-хаус, который я очень люблю Где нет ни жанра, ни понтов, ничего Где вот просто все очень сухо и сурово, и люди играют историю Помимо самой истории, которая мне оказалась очень близка И этот персонаж, которого я играю, наверное, ближе всех из моих персонажей Ко мне настоящему, прямо сейчас То есть со всеми своими проблемами Вот этот персонаж, это мое прямо отражение Расскажи, чем похож Это такой очень закрытый, искренний и наивный солдат Который очень верный, очень любит свою девушку Очень любит «Легион», своих братьев, все остальное Который совершенно не умеет передавать свои чувства и переживания Не умеет ничем делиться Я понимал, что если она выйдет за «Легионера», то нормальной жизни у нее не будет Мне в кино просто, я выхожу просто И в военном режиме все Я могу продюсировать, снимать, играть У меня вообще все легко Потому что это какой-то военный режим для меня, военная компания Я могу не спать там по 70 часов Все будут плакать и хотеть домой Я все равно, у меня будет энергия такая же, как будто я только проснулся Я все буду четко разводить От того, что я ничего другого не умею Что-то простое, типа, сделать в жизни Это всегда у меня, типа Я вообще актер Что я должен? Дерево какое-то сажать Но мне это не нравится при этом, конечно Да, да, я не хочу устраивать сеанс психотерапии Но ты не хочешь научиться каким-то простым вещам? Да хочу, но у меня 29 Но уже так случилось, что я эффективен в своей работе Ну, я, естественно, немножко утрирую Но в жизни мне немножко сложнее даются рутинные вещи А в фильме это как бы квинтэссенция этого состояния Где ты сейчас больше снимаешься? Где больше работы? За рубежом или в России? Ну, сосредоточен я точно на странные проекты Потому что если ты не будешь на них сосредоточен Они никогда не начнут происходить Режиссурой, возможно, сейчас займусь Точнее, невозможно, а займусь В России? В России, да Вот, но как актер я точно среоточусь на конкретной активной готовности Как бы работать в англоязычном Может быть, это какой-то глупый, странный вопрос Но почему? Потому что это амбиции Потому что там интереснее Потому что это новое поле Потому что деньги Деньги ты, наоборот, получаешь И раскрою секрет Ты там заново начинаешь Ну, как бы, никому не интересует твой фильм «Кислота» Это папа сдохнет И то, что ты был у Бондарчука в кино в деталях Ты там никто вообще И в хорошем смысле Ты начинаешь заново И меня совершенно это не волнует У меня сейчас нет детей и так далее Поэтому это совершенно точно не деньги Это не какой-то нелюбовь к русскому кинематографу Потому что я сюда вернулся Сейчас и сделал четыре прекрасных фильма И, конечно, здесь это не так часто происходит Потому что очень много основано на просто зарабатывании денег Очень много основано на том, что вот у нас вот так вот работает 200 лет Сиди, картинка должна быть светлая Чтобы бабушкам на кухне было видно Это просто пример из миллиона Но о каком интересе может быть речь? То есть никакого поиска чего-то там безумного нового В большинстве случаев нет Окей, но тем не менее Здесь ты сделал вот четыре фильма подряд И один из этих фильмов клипмейкеры Григория Константинопольского Про девяностые Правда, что ты там играешь Бондарчука? Я даже не знаю, как отвечать на этот вопрос Потому что, по идее, как бы Федер не дал прямого согласия играть его И мы играем некий сборный образ Такого продюсера в девяностых Безбашенного чувака В галстуке, который готов на все Чтобы делать классное кино А в чем там вообще история? Это тупо карта денег Два ствола Большой куш Все вместе В форме девяностых Просто такая кучка Каких-то, типа, отбившихся от рук интеллигентов Рок-н-ролльщиков Которые хотят делать все классно Делать классное кино И куча бандосов вокруг Какая-то криминальная опера О романтиках Мне очень нравится Саша, у тебя репутация артиста Которая на площадке задает миллион вопросов Как говорят Докапывается до мышей Ну, то есть тебе есть дело до всего Это тебе жизнь осложняет? Конечно, конечно Мне каждый раз обещают, что это мой последний фильм Если что-то идет не так Я не буду сидеть и говорить Ну, это российское кино Ну, вот так вот Ну, так всегда Я ненавижу, когда так говорят Я пристаю общаться моментально Если люди вздыхают бесконечно о том, как тяжело Нет, я буду это менять Мне все равно, кто что подумает Просто вообще Я не боюсь никого И ничего в этой жизни Мы видели твой график Там нет выходных практически Ну, это неправильно Сейчас я очень сильно от этого страдаю 36 фильмов реально я сделал в таком режиме И просто сейчас я вообще не знаю, где я, кто я Я к тебе приехал, как ты видишь, тоже там Смена до 6 утра, потом излучание еще Я не жалуюсь, это очень круто Но ты в какой-то момент перестаешь понимать, что ты делаешь Какие мысли ты в фильмы закладываешь в таком состоянии Просто привидение, понимаешь, вот такое Которое хочет есть и спать Конечно, да, сейчас я постараюсь немножко Более дисциплинировать свое расписание А по чьей версии женщины в вашем сериале умнее, чем мужчины? Это версия была Волобуева или вы коллективная? Я считаю, что я вообще играю Волобуева И вообще по версии волобуевских сюжетов Всех женщины умнее, лучше, чем мужчины Поэтому там много хороших ролей для меня Мы снова в студии программы «Кино в деталях» А у меня в гостях Ольга Сутулова Оля, а правда в комментариях пишут Откуда вы знаете мою начальницу? Нет, в комментариях пишут, когда подходит ресторание И какие-то люди и говорят, а вот вы из мэрии А вы случайно не знаете реально Ольгу Петровну Петровну? Абсолютно, да Или просто, а вы знакомы? Просто так точно знаете Я не знаю, о ком речь У меня были референсы, но это мои референсы Мои какие-то близкие подруги, которые никакого отношения не имеют Ни к правительству Москвы, ни к вообще, ни к одному министерству Они занимаются другими делами, тоже бизнесом каким-то серьезным И я с них какие-то черты, безусловно, брала Там с кого-то вот это вот абсолютно одинаковое Много-много лет стрижку и костюмы, которые не меняются С кого-то вот это ощущение власти и того, что я одна знаю как надо Но это не были никакие чиновники Слушайте, а по чьей версии женщины в вашем сериале умнее, чем мужчины? Эта версия была Волобуева? Я считаю, что я вообще играю Волобуева И вообще по версии Волобуевских сюжетов всех Женщины умнее и лучше, чем мужчины Слава богу И поэтому там много хороших ролей для меня обычно Он так считает А я считаю, что Нечаева это, конечно, абсолютно Волобуев Я согласен Его вот это вот Господи, как я устал работать с идиотами Ну ладно, хорошо, расскажу вам еще раз План перехода от сырьевой экономики к... Я даже не буду это читать, а то рассмеюсь Энергетическая реформа, тюремная Вот это, кстати, обязательно нужно успеть Пока я тебя не убила, меня не посадили за это Давай-ка без паники Я понимаю, работы много Но, очевидно, есть смысл как-то все это разделить Я себя самодостаточно чувствую в хорошем материале В котором я нужна и незаменима И он, наконец, появился Я имею в виду, что это классное ощущение Когда ты знаешь, что это можешь сделать только ты И я понимаю, что Нечаева могу сделать только я И я это ощущение получаю на площадке От того текста Почему? Потому что текст мне пишут Потому что слушает меня режиссер Не слушается, а слушает и слышит И ему нравится наблюдать за мной в кадре Я это чувствую Это очень крутое ощущение Ну вот сейчас второй сезон вышел Идет, да? Вот сейчас, в данный момент Правильно я понимаю, что уже писал Он-то уже под Сутулову конкретно Уже имея, так сказать, да? Ну, конечно Первый сезон, поработав с вами, уже все ваши шуточки Ну, во-первых, шуточки Во-вторых, и в первом сезоне тоже пришлось что-то Он ничего глобально не менял Но был какой-то момент, когда ему пришлось Написать для меня сцену И это была моя просьба Потому что не было решения персонажа Она была клевая Она была остроумная Она была острая, наглая, злая Но решения, почему это и что с ней происходит Не было А что за сцена была? Сцена, когда к ней приходит стажерка Скворцова-Лебедева И та ей рассказывает Малышечка, ну ты сейчас вот просто ты Это я только через 20 лет И если ты все правильно будешь делать То и туфли у тебя будут хорошие И потому что мы с собой знаем как А они не знают И вот ты сидишь здесь, смотришь на меня И думаешь, что я тут А вот компьютеры эти, от кого ты думаешь? Надо это включать уже камеры И все Я понимаю И это важно было Но это было смешно Потому что я сделала ошибку Я позвонила Роме В половину первой ночи Фактически И начала ему все это говорить нервно Что это необходимо Эта сцена нужна Он говорит, ну хорошо, как что? Я говорю, ну понимаете В этот фильм Бергмана Там, где жена и муж изменяются Какой-то любовницей Она к этой любовнице приходит И долго ей рассказывает Что вот понимаешь Ну что он тебе нужен? Ну зачем он тебе нужен? Ну посмотри на него Ну вот мы сейчас разведемся Вы пожените Он будет это И это как бы такое унижение Для этой любовницы Эта любовница понимает Что для нее оскорбительно Получить этого мужа Вот про это должна быть сцена Вы должны Я понимаю вот это все В астерическом разговоре Я понимаю, кому я говорю сейчас? Лобуеву, бывшему кинокритику Все время апеллирую К тому, что ну помните Ну как вот Бергман Помните, да? Ну вы, наверное, может смотрели Не смотрели Сейчас вам расскажу А может не смотрели, я расскажу И я с утра получаю Вот эти вот рулон, пардон Туалетные бумаги Которые мне нужны И он говорит, вот Через 20 минут в кадре Ждем вас, Ольга Александровна Ну такая месть Класс А сейчас рубрика Люди в Голливуде Сегодня ее герои Рэй Файнс и Харрис Диккенсен Причина, думаю, понятна На экранах фильм Кингсмен. Начало Где у обоих главные роли С артистами по видеосвязи Поговорила Анна Сергеенко Эксклюзив Кино в деталях Вселенная Кингсмен Как и положено Каждой удачной франшизе Расширяется При этом следуя Известным законам Первые две части С элегантным Колином Фертом И энергичным Терреном Эджертоном Стали зрительским хитом И противостояние Ментор-ученик Было решено сохранить В приквеле Встречайте новых шпионов Герцог Оксфордский Рэй Файнс И его сын Идеалист Харрис Диккенсен По правде сказать Этим миром Правят алчность И порок Нужно что-то сделать Безусловно Мы видели много Шпионских фильмов Что нового может предложить Кингсман Искушенной аудитории Почему это не просто Очередной фильм Про шпионов Что нового Новое в том Что это приквел К первым частям Думаю это интересный Для зрителей ход Ведь Мэтью Вон Режиссер Решил отправиться в прошлое Так что в контексте Вселенной Кингсмана Это история о том Как все начиналось Как было основано Агентство Кингсман И началось все Во времена Первой мировой войны По сюжету Мир вот-вот покатится В пропасть И герцог Оксфордский Джентльмен и пацифист Желая уберечь От войны Своего сына Зазывает его В независимую Шпионскую организацию Кингсман Здесь режиссер Мэтью Вон Дает контенты Из разряда Отцы и дети На фоне Близкого апокалипсиса Да Спин-офф Получился все же Более драматичным Чем легкий И задорный Оригинал Рейв Вы сыграли отца Человека Который делится Своим опытом С сыном Представителем Другого поколения А что вы Лично думаете О молодых людях В вашей профессии И вне ее О людях Вроде Харриса Нет Харрис Отличный Молодой актер И это привилегия Работать с ним И я это говорю Не потому что он сидит рядом У него потрясающе Развитая актерская интуиция Он всегда Естественный И настоящий в кадре А вообще Сейчас очень многие Молодые актеры Хотят непременно Сниматься в кино И на телевидении И это понятно И здесь я немного Ностальгирую по прошлому Потому что я например В юности мечтал Именно о театре Я считаю что Дух ансамбля в театре Бесценен Театр это команда Вы вместе Выходите к зрителю Это не как в кино Где каждый сидит В своем трейлере Театр заземляет Но в театр Ходят не все Им не очень жаль Надеюсь что молодые актеры Не потеряют аппетита к театру Молодой актер Харрис Диккенсен Родился в год Когда вышел Английский пациент Один из главных фильмов В карьере Файнса А после очевидно Как и всякий британский И не только ребенок До смерти боялся Его Волан де Морта На площадке Кингсмана Они встретились Родственник британской Королевской семьи Файнс И сын парикмахера Из промышленного района Лондона Диккенсен Впрочем к тому моменту Харрис уже успел отметиться В фильме победителей Фестиваля Сандэнс Пляжные крысы Коммерческой Малефисенте А также отснять Километры фотопленки С обычными людьми В качестве героев Харрис А Рэйв Файнс Давал вам советы На площадке? Рэйв центральный персонаж Фильма Он максимально сфокусирован На том что он делает И это может подтвердить Любой кто с ним работал В таких фильмах как наш Когда происходит Столько всего одновременно И так легко отвлечься Именно Рэйв был человеком С которого хотелось Брать пример Потому что он По актерски Максимально точно Чувствует правду И наблюдать за всем этим Быть частью этого Было особенным опытом Правда? Файнс кстати оказался Большим поклонником Первых частей франшизы Что уж похоже С течением времени Этот сумрачный джентльмен Ценитель Шекспира и Тургенева Полюбил комедию И комической скажем так Дичи в новом Кингсмане Предостаточно Чего стоит одна драка Поставленная как танец С Григорием Распутиным Да-да Тем самым Файнс и его экранный сын Диккенсен Начали тренировки За полгода до съемок Рэйв В фильме вы все время Что-то претерпеваете Деретесь Страдаете от холода Насколько физически трудными Были для вас съемки Да Они потребовали от меня многого Отдельные трюки Дались мне тяжело Даже не потому Что были физически сложными А потому что Там нужна была точность В каждый момент съемок Мы должны были быть Физически сосредоточенными И точными Если по сценарию Был прыжок с мячом Или какая-то быстрая реакция Нам нужно было продемонстрировать Динамическую энергию Очень-очень конкретную А не энергию вообще Одновременно нам нужно было Не забывать играть В общем максимальный физический И ментальный фокус Что и делало задачу сложной Но в то же время Захватывающей Во всяком случае Драка Файнса с Распутиным Имеет все шансы Стать столь же виральной Как знаменитая потасовка Его предшественника Другого выдающегося Джентльмена Колина Ферта Оценить физическую подготовку Рейфа Файнса Можно в ближайшем кинотеатре Это откровенная история Мы играем как написано Он знает о чем мы играем Почему так А не по-другому Я знаю что я буду прикрыта Потому что в его задачи Не входит меня подставить Изуродовать и так далее Он снимает совсем другое кино Мы снова в студии программы Кино в деталях А у меня в гостях Ольга Сутулова Ольга Ну вот приходит Содержанке текст к вам Он от кого пришел? Он пришел от Богомолова С собой-то как вы Разговаривали? Ой, а надо мне это? По поводу содержанок Нет вообще Не было никаких мыслей Никаких сомнений Мы встретились с Костей Он очень четко мне рассказал Что он хочет делать И мне очень понравилось Что он хочет делать Именно так Ты спрашиваешь Это откровенная история? Играем как написан? Да Да И именно поэтому Я в том числе согласилась Потому что Это откровенная история Мы играем как написано Он знает о чем мы играем Почему так А не по-другому Я знаю что я буду прикрыта Потому что в его задачи Не входит меня подставить Изуродовать и так далее Он снимает совсем другое кино И он знает о чем он снимает Запомни Если меня вызовут в полицию И вся Москва узнает Что я с тобой трахалась Я тебе к адыквыру Как же я тебя люблю Давай увидимся сегодня И хочешь ничего не будет Будем просто пить вино Просто разговаривать Ты не можешь Что не могу? Просто разговаривать Ты туда глотаешь Послушай Я очень соскучился по тебе Я люблю тебя Руки Убрал? Хорошо А с Бариным С Бариным, да Значит надо Зрителям рассказать Что мы товариществуем Вот Барином я называю Евгения Стычкина Он чистый барин Советовались, не советовались? Нет И никогда не советуете? Последнее время Стараюсь не советоваться А вообще он не вибрировал По поводу Вот такого вашего года И не только этого? Я думаю, что нет Я думаю, что он Очень гордится Потому что А чем же он гордится? Вы не печете Не варите Не шкварите Не жарите Оставки волос Не выедает из головы От того, что мне нечего делать Я никому не нужна И так далее А было это? Ну, конечно А когда это было? Ну, было лет пять назад Когда мне казалось Что все Ну, побольше, наверное Когда все Российское кино известно где И вообще Чем я буду заниматься И что я буду делать Потому что я не могу делать это А то не хочет меня И так далее Поэтому Он бедный Естественно на себе Все это Я правильно понимаю Что это был период Без работы Ну, он был отчасти Сознательный без работы А отчасти все-таки Ну, ее действительно не было Сознательно отказывались? Да Но я понимаю, что хуже Делать то, во что я не верю Потому что я в этом Плохая я себя подставляю Профессионально Ну, как бы Есть люди, с которыми это работает А вернемся к последнему министру У нее уже биполярочка, по-моему С одной стороны Она хочет быть министром А дальше туда явиться премьером И так далее А с другой стороны Это дауншифтинг на острове Да? Это Ну, я бы все-таки Так не рассчитывала У нее другого свойства биполярка Она не хочет быть министром Категорически Потому что Зачем ей лишний геморрой? Она человек командный Как она говорит все время Я говорю командный На первую роль не лезут Она мозг Ей важно управлять Ты на первых ролях Управлять не можешь Хорошо Управлять С одной стороны С другой стороны С другой стороны остров Да Потому что Вот здесь А потом вспоминаем То, что вы играете себя У вас были мысли Какие-нибудь заняться Чем-то другим? У меня были мысли Заняться чем-то другим Я не могла найти Что-то другое Что мне действительно Нравилось Нет, почему-то не работает Я вот поймал тут На старости лет Это ощущение Помню, я пришел Говорит, что-то Не было давно предложения А что? Забыли неинтересен Наигрался сам себя Все Но тем не менее Все равно Это дает ощущение Это неприятно Это ощущение Ненужности В этой системе Оно неприятно Да Как ни странно Оказывается Что это не всегда Вина системы Это очень часто Мы что-то куда-то заходим В какие-то виражи Как нас заносит И кажется, что Какой-нибудь вираж был у вас Подобный? Куда вас выбрасывали? Абсолютно Как раз Когда я сидела И кино нету И так далее Чем же я буду заниматься? Уйду в гастро-бизнес Какой черт Гастро-бизнес О чем мы вообще говорим? Но это все в голове А плюс еще Вот это Ну как бы Мы же существуем В каком-то В рамках нашей профессии Но у вас по-другому У меня до этого Было так, что Актерская профессия Это все, что у меня есть Это то, чем я зарабатываю Себе на жизнь Зарабатываю себе На настроение На сознание И так далее И она очень зависимая Да Ужасно И это иногда Порой довольно унизительно Ну для личности Потому что Ты все время Должен нравиться И все время Да Но это не так Она уже много лет Независимая Уже Настолько поменялась Индустрия Опять к платформам Вашим, так сказать В том числе Я-то здесь соглашусь с вами В том числе Что я в состоянии Сегодня Инициировать Для себя проекты И никто Не скажет мне Что это странно Или что У меня нету Этой возможности Ну еще 15 лет назад Ну вы А вы Сделали это Или собираетесь сделать Инициировать Я это пытаюсь Делать сейчас На очереди Рубрика Никита Карцева И сегодня Он разберет На детали Фильм Который снял Очень знаменитый Актер Фальшивомонетчик Шона Пена На Каннском фестивале Критика встретила Холодно На то Чтобы поддержать Или опровергнуть Мнение коллегу Никиты Карцева 150 секунд Время пошло Всем привет С наступившим Новым Годом И вот у нас Новый фильм подоспел Фальшивомонетчик Шона Пена Привет, детка Ты опять взялся за старое Подумай о дочери Папа, смотри То, что Шон Пен Еще и заделался режиссером Это вроде как будто бы И не секрет с одной стороны А с другой стороны Никто особо за этим Режиссерским путем Его не следит И вот фильм Фальшивомонетчик Уже который по счету Да еще и в основном конкурсе Канн был в прошлом году А вроде бы никто На каждом углу Не говорит о том Что появился новый автор И знаете У этого есть все-таки Какие-то досадные Но вполне веские причины Потому что Как выясняется Режиссер из Шона Пена Ну, скажем так Немного манерный Немного такой Влюбленный в самого себя Ну, посудите сами Фильм Фальшивомонетчик Это история Одного сложного джентльмена Сложной судьбы Он, как можно догадаться Из русской локализации Занимается Подделкой всяких Ассигнаций Поэтому постоянно проводит время В тюрьме А что в это время на воле? Ну, конечно же Жена одинокая И дочка брошенная Кстати, дочку играет Реальная дочь Актера и режиссера Дилан Пен Пап, кем ты работаешь? Я работаю ради вас Твой отец лжец Так они и двигаются по жизни Папаша мотает срок за сроком В тюрьме А дочь постепенно вырастает Из гадкого утеночка Прекрасного лебедя Которая заинтересована в том Чтобы вся справедливость мира Сосредоточилась в ее собственных руках Потому что она решает Стать журналистом То есть ее цель Как будто стать Полной противоположностью Своего бедового отца И вроде бы она Окончательно с ним порвала Занялась своей Собственной, важной Такой ценной миссией Но как же от него Просто так отделаешься? Наступает новый день И он стучится к тебе в дверь И заходит И здравствуйте, привет Хья твой папа Короче, весь фильм Фальшивого монетчика Такое большое пространное извинение На бедокурившего отца Перед своей дочкой Перед своей единственной кровинушкой Ради которой он-то все это и затеивал Впрочем, кроме этого подарка Пэна отца Пэн дочери В этом фильме как будто бы Больше практически нечего обсуждать Да, дочка немного Не дотягивает до Пэна отца Но все-таки в кадре смотрится Фактурно, убедительно Порода, кровь Ее никуда не спрячешь Никуда не денешь Здесь все имеется Чего здесь также в избытке Так это сумбура Мелодрамы Долгих молчаливых планов Страданий Опять сумбура Погони Еще одного сумбура И потом трагичный конец И все мы смотрим Немножечко рыдаем Немножечко ждем Когда уже это все закончится Пока я жив Я буду бороться И порву весь мир за тебя Все же как бы это ни было забавно И не по-хорошему Не запланировано смешно Я лично камень свой Шона Пэна не брошу Потому что Когда человек Настолько любит Дочку Или себя Тут надо разобраться Кого больше Но как такому Не умилиться Как такому Не открыть свое сердце Тем более Новый год только начался Еще успеем Всяких гадостей наговорить Так что Вот вам Хачвамнечик Вот вам шампин Что с ним делать Решайте сами А я умываю руки Евгений Закончил снимать Свой второй проект Как режиссер-постановщик Как семейный бюджет Трещит по швам Ну что Собаке есть нечего Уже Практически Это мы сейчас Про режиссеров Сейчас мы откроем Интересные Всякие подробности Мне приходится Наверное Работать больше Мы снова в студии Программы Кино в деталях А у меня в гостях Ольга Сутулова Ольга Вы же много Поснимались С супругом В вашем Последнее время О да Есть один проект Прям две Главные роли Есть у него Главная у вас Чуть поменьше Алиби Да Это как назвать Алиби Это сериал Это огромный сериал И у нас там даже Ну все-таки Я считаю Что две равноценные Главные роли Ну то есть Это как смотреть Как работалось? Ехали вместе Нет Вот расскажите мне А на площадке как? А гримерки разные? Разные Вагоны разные Гримерки разные Машины на площадку Из площадки разные И вагон И купе поезда Тоже разные Потому что невозможно А да ладно Невозможно так же Ну во-первых Мы все-таки Очень полноценно Участвовали В создании Этого фильма Не только как артисты Ну вернее Не столько как артисты То есть это не в смысле Мы приходили с выученным текстом Вовремя на съемочную площадку И все А мы очень много придумывали И мы огромное время Тратили до смены И после смены На то, чтобы придумать Вперед На то, чтобы Придумать эти отношения Диалоги Насытить их Какой-то бытовой подробностью Которая свойственна людям Прожившим вместе 15-20 лет Которая очень сложная Я понимаю, что Драматургам их сложно писать И поэтому столько было Дополнительной работы Что еще при этом Ну ехать в одной машине Обратно Ну честно говоря Тяжеловато Хочется помолчать Я периодически капризничала И говорила, что А вы как друг к другу Вообще обращались На ты, на вы Ну Стычкин же Он со всеми на ты Он вот это наше Не приветствует совсем Вот это вот Так, насколько я понимаю Евгений начал снимать уже? Евгений закончил снимать Свой второй проект Как режиссер-постановщик Закончил Как семейный бюджет? Трещит по швам? Ну что, собаке есть нечего Уже практически Это мы сейчас про режиссера Сколько режиссера Сейчас мы откроем Интересные всякие подробности Мне приходится, наверное Работать больше Да Видимо будет Третий министр Четвертый Да Так что, а кто еще? Ну это просто Это унизительные зарплаты И ненормальный рабочий график Кто первой жертвой? Кто почувствовал собаке и корм? Собаке, я считаю, да Они перешли на более дешевый корм Нет, ну в общем Нет, вообще это просто Какая-то ужасная профессия Ужасная Вы работаете 24 часа в сутки Называется Почувствуйте разницу Нет, это все очень трогательно Главное, что никто же вас не заставляет Но просто А семья страдает А ребенок Папу не видит Неделями, месяцами Он не знает, как выглядит этот человек Вы хотите сказать, что занятость его Как режиссера плотнее Если бы это был тот же самый Конечно Период актерский Нет, а как у нас Как все Очень просто Текст выучил Пришел вовремя Через 12 часов Сел в машину Уехал Сказал всем спасибо И поехал домой По дороге заехал на вечеринку И так далее А здесь У тебя смена закончилась Не через 12 часов А позже Потом совещание По поводу завтрашнего дня А еще нужно На скаутинг поехать Потому что Следующий блок не отобран И слетел этот объект А еще нужно И все это оплачивается Совсем не так Совсем Если бы он служил артистом Да И в этом Я не понимаю Какого это смысла Главное, что Если бы он еще меня снимал Я понимаю Можно было бы Компенсировать Эти траты И понижение Вы этот вопрос Задавали Стычкину? Ну я Шучу Периодически На эту тему Часто Довольно уже Не смешно Наверное Но он делает Видишь, что Он не понимает В этот момент Его чувствуем И выключается Слушайте А ваш Как же Складывается Последние годы Все 365 дней Снимаете? Нет Ну как Сейчас реально Другая жизнь Во-первых Я никогда не беру Параллельно Два проекта Независимо от того Какие там роли Большие или маленькие Ну просто Никогда это правило Не умею Ну не получается Плохо это работает И я в такое не верю Это плохо работает Да И я в такое не верю Поэтому у меня попроще Плюс у меня нету театра Я вообще Идеальная артистка Для продюсера Мой график Для вас Друзья А сейчас А сейчас о недавней Отечественной премьере В фильме Портрет незнакомца Заняты исключительно Актеры театра Фоменко И конечно В одной из главных ролей Звезда мастерской Кирилл Пирогов С ним и поговорил Иван Закадров В своей рубрике Сделаем это по-быстрому Кирилл, приветствую Рад тебя видеть Привет, привет Поздравляю с премьеры фильма Портрет незнакомца Спасибо Кто твой герой в этом фильме? Мой герой в этом фильме Писатель У которой переживает Некий кризис Творческий, как все думают На самом деле Это больше человеческий кризис Ты посмотри по сторонам Что ты видишь? Глупость? Ложь? Скуха О чем тут писать? Гнилое время живем Раз твой герой писатель Тогда добро пожаловать В библиотеку Ну туда в детстве Собственно приходят Дети, будущие писатели А после жизни остаются Отлично Вот этот автор Владимир Маканин Вот это удивительно Что мы наткнулись случайно Действительно здесь По его повести Было снято первое кино В котором я в жизни Имел счастье играть И участвовать И учиться У Юрия Николаевича Данелия У фильмов Орел и Решка Это было по повести Маканина На первом дыхании Она называлась А вот Твои любимые герои Из книг Твоего детства Скажи мне В детстве я очень любил Читать всякую фантастику И русскую Я очень любил Беляева Я очень боялся и любил 317 317 317 317 Очень символично Хороший выбор 12 строка 12 строка Она уехала Унося с собой Сожаление Что не кивнул Еще раз Ему одному И даже подумала Что это его Заденет Именно таким Этот год Был у тебя В следующем году Пусть она Все-таки Тевнет тебе Или ты ей Спасибо Это самые точные Гадания На литературе Спасибо Спасибо Проспоэр Мориме Вот что удивительно Когда в библиотеках Тихая Такая атмосфера Тихая И вдруг Ты в каком-то углу Находишь пианино Причем старое Настоящее Класс Да Великолепное Вот жалко Вы не видите Но Изумительное пианино У писателей Которым ты играешь в фильме Про цвет незнакомца Кризис Да Скажи честно А как выражается Кризис не у писателей А у актеров Когда он настаёт И вообще Чем сопровождается Вот видимо Вот этим он сопровождается Кризис у актеров Сопровождается тем Что очень хочется работать А работы нет И в этот момент Люди сходят с ума Начинают писать музыку Стихи Бегают по улицам Бесконечно Встречаются с друзьями Выпивают Ищут чего-то Каких-то приключений И думают Когда же Когда же будет Эта работа Любимая Долгожданная И Которая Которая Поели Попили Попили Посмотрели кино Родили сына И на этом Мой локдаун Закончился Потому что Спустя две недели После его рождения Был первый съемочный день Последнего министра Обалдеть Мы снова в студии программы Кино в деталях А у меня в гостях Ольга Сутулова Оля Как год-то провели? По-моему, отлично Я неплохо поснималась Я съездила отдохнуть В этот период Когда никто никуда не ездит И все границы закрыты Мы летом поехали на лодки И бороздили моря и океаны А как локдаун провели? А локдаун провели тоже Неплохо Поели, попили Посмотрели кино Родили сына И на этом мой локдаун закончился Потому что спустя две недели После его рождения Был первый съемочный день Последнего министра Обалдеть Что ждет? 22-й Где вы снимаете? Волобуевский сериал Который называется «Аврора» Два слова Можно рассказать? Да В главной роли Лены Тронина Прекрасная Как она мне нравится Она какая-то красавица невероятная И это история Тяжелая история Молодой актрисы Малоснимающейся Лена играет такой актрис Которая работает в колл-центре И занимается тем Что спасает по телефону Самоубийца Волобуев опять, да? Да, Волобуев опять Он писал Он писал, да Ну, слушайте Трюк его состоит в том Что он сам пишет То, что он снимает И поэтому Он знает, что он делает Это клево Всегда И это Но зато это абсолютно Его авторский почерк Ты никогда не перепутаешь Волобуевский кинул с каким-то еще Его тексты Слушайте А так вы не активны В соцсетях, да? Я пытаюсь А что же не активны? Вам же это надо сейчас Очень важно Да я знаю А я не умею Обратим связь, да Нет, а мне просто должно быть интересно А мне скучно А мне когда вот интересно Я сейчас пишу Считать в картинках Вы можете там много чего Сказать Нет Там же нужно еще внизу текст писать Какой-нибудь А у меня не всегда А потом следить за тем Какое количество у вас их подписчиков Во-первых, да А гадости написали Что они не поднимаются А потом быстренько В зависимости от этого Нет У меня не получается До сих пор ничего У меня даже ссылки прикрепить Не получается Там В этом телефоне Проклятого Но я стараюсь Ну мне просто скучно Правда Ну вот это все То есть когда не скучно Я прям пишу И долгие тексты И так далее А когда скучно Ну скучно Что делать Ну есть еще какие-то способы Я уверена Добыть себе славу Вы же рассказывали Что покинули институт По причине того Что вам было жалко терять время Правильно я говорю А сейчас на что жалко терять время На рефлексии Очень жалко терять время Она есть еще Ну их почти не остались Ну все равно есть Конечно А как Ну и конечно есть На агрессию жалко терять время На обиды жалко терять время На переживания А что же делать И кто виноват Жалко терять время А возникает эти вопросы Вдруг стало Очень сжатым Очень конкретным Аргументом Очень конкретным Мерилом всего Так получилось Причем это получилось Во время пандемии Почему-то вдруг И его жалко Прямо на все Кроме себя И свои удовольствия Ну то есть какие-то Правильные удовольствия Не болезненные Не дурные А какие-то правильные удовольствия Которые делают тебя Счастливым И довольным собой Какие? Работа Что такое правильное удовольствие? Правильное удовольствие Это ну кайф от того Что от себя Кайф от себя Я что-то Трачу какое-то время На то, чтобы почему-то научиться И я кайфую от того Что я потратила на это время Я за это время ничего не заработала И не выпустила в эфир Никакого продукта Но я понимаю Что я потратила время На то, чтобы Я учусь думать Я учусь писать Я учусь стратегически мыслить То, чего я никогда не умела Например Мне всегда казалось Что мир это такой хаос В котором что-то периодически прилетает Это совсем не так Ну вот Про писать расскажите Ну я стараюсь Какие-то курсы слушать Я читаю книжки Я читаю книжки По сценарному мастерству Иногда они ужасно смешны Потому что Американские книжки Это такая инструкция От телевизора Нажмите кнопку А Для того, чтобы Получилось это Но иногда там есть Какие-то очень интересные вещи И мне нравится Тратить на это время И это делает меня Довольной собой Вот на это не жалко Ну поздравляйте тогда Меня и наших зрителей С наступившим уже Я поздравляю вас Федор Сергеевич И ваших зрителей С наступившим Новым годом И пускай Он будет чуть спокойней И мы Можем Планировать чуть дальше Чем на две недели вперед Хорошие поздравления Хорошие Да Да Ольга Александровна Спасибо, что пришли Вам спасибо Простите, что Опоздала Я с девяти утра Здесь хожу Готовлюсь Пересматриваю Наши фильмы Я буду правнуком Рассказывать об этом Два часа я вас ждал Это тоже Да Правнуком Я гоню Спасибо На сегодня Мы увидимся С вами Ровно через неделю На канале СТС А пока Сходите в кино Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова